В этом здании когда-то жила императрица Екатерина II. Это был ее огромный дом, в котором она хранила свою легендарную коллекцию картин. Сегодня это самый большой музей в России. Достойный конкурент Лувра. Каждый год его посещают более 5 миллионов человек. Но сейчас здесь находимся только я и вы. Класс, да? Чего хочешь делать? Йоп. Ян, крышесносный факт. И если рассматривать каждый экспонат в Эрмитаже хотя бы 10 минут, то здесь придется провести 57 лет. Просто потому, что здесь их 3 миллиона. Екатерина любила искусство. Но вот вопрос. Сколько стоят все эти картины? Могу ли я купить Эрмитаж? Может ли кто-то купить Эрмитаж? Да и вообще, как оценивать искусство? Давайте-ка попробуйте вы. Посмотрите на эту картину. Как она вам? Сколько за нее отдадите? 10 тысяч рублей? 100 тысяч рублей? А если я скажу вам, что это да Винчи? А если я добавлю, что она долгое время считалась утерянной? А потом скажу, что посмотрев на нее, Леонардо Ди Каприо не удержался и заплакал. Как теперь вы оцените эту картину? Эта картина «Спаситель мира». Самая дорогая. Из проданных. В прошлом году, какая скрипучая, она ушла за 450 миллионов долларов. Это рекордная цена. Это просто сумасшедшие денюжки. Но есть шедевры, которые никогда не продавались. И один из них находится здесь, в Эрмитаже. Даная. Это картина знаменитого Рембрандта Ван Рейна. И она считается одной из самых ценных картин в мире. И самой дорогой у Рембрандта. Гораздо дороже всех картин других художников с тем же сюжетом. Типа Тициана, Кореджо, Тинторетто. Но почему? На это есть как минимум 5 причин. Первая. Она здоровая. Шутка. Первая, на самом деле, когда ее нарисовал художник. Это важно. Даная была нарисована в золотой век голландской живописи. А он считается одним из самых дорогих. На картине изображен популярный древнегреческий сюжет. Даная, которую заточил в башне отец, царь Акрисии. Когда услышал пророчество, согласно которому его должен был убить собственный внук. Но заточение не помешало пророчеству. С небес спустился Зевс и переспал с Данайей. Она родила сына Персея. Неизвестно, правда, были роды в башне или нет. В общем, их вместе с ребенком запихнули в сундук и выбросили в море. Но они выжили. И Персей вырос крепким малым. Потом он начал упражняться в метании диска. Но ветер изменил траекторию полета диска. И диск влетел прямо в голову Акрисия. И тот умер. И пророчество сбылось. Рембрандт писал эту картину не для продажи. Моделью была его жена, Саския. Но через 6 лет она умерла. И он нашел себе новую любовь. Гертье Диркс и перерисовал картину. Причем так, что совместил черты лиц обеих своих любимых женщин. Поэтому он не хотел продавать эту картину. Картина была ему очень дорога. Ее до последнего никто не видел. Пока он не стал банкротом. Да, Рембрандт был богат, но умер в бедности. Его дом и имущество распродали вместе с этой картиной. Смерть и несчастная судьба художника добавили стоимость этой картины. 100 лет о Данайе не было ничего известно. Но потом она неожиданно объявилась у Екатерины II. В 18 веке она собирает свою собственную коллекцию картин. И собирает ее здесь, в Эрмитаже. Жадно скупая полотно за полотном. Собирает 4000 картин разных европейских мастеров. Создавая первую в Российской империи галерею живописи. Екатерина любила слушать образованных людей. И спать с ними. По совету одного из самых образованных людей того времени, Дэнни Дидро, она покупает Данаю. И неизвестно сколько денег отдала Екатерина. Известно лишь, что денег она не жалела. А значит скорее всего она купила ее за бешеный кэш. На этом этапе картина опять становится дороже. Екатерина умирает. Умирает вообще вся семья Романовых. После революции и гражданской войны Советскому Союзу резко нужны деньги. А еще лучше иностранная валюта. Для оплаты долгов, покупки тракторов и другой техники. И руководство страны идет на отчаянные меры. Устраивает распродажу шедевров живописи из главного музея страны. На запад ушли многие картины. Но не Даная. Она осталась в Эрмитаже. Картина пережила великий кризис. Что-то еще. И что-то еще очень страшное. И от этого стало только дороже. Но самое главное событие, повлиявшее на ее стоимость, случилось через 50 лет. В субботу, 15 июня 1985 года, в Эрмитаж зашел неприметный мужчина средних лет. Брюнус Майгес. И спросил у работниц музея, какая картина здесь самая дорогая. Они ему показали на Данаю. Он подошел к картине, достал нож и ударил ножом прямо вот в пах. Вот так вот. Потом напоследок взял баночку и плеснул серной кислоты. Так что здесь все вспузырилось. Стало чернеть. Краска поменяла цвет. Ужасное зрелище. Кто-то кричал, помогите. И его тут же задержали. Здесь до сих пор видны потеки, если присмотреться. Он был очень странным человеком. Отказывался работать и жил в кладовке. При обыске у него нашли два молитвенника, несколько журналов и книг. Портреты Гитлера и репродукцию Даная. Картину реставрировали 12 лет. Каждый день по несколько часов. 12 лет. Это просто сумасшедшее. Люди старели пока. У людей падало зрение, потому что они работали под микроскопом. Сейчас она находится под бронированным стеклом. Слава богу. Этот случай долго обсуждался в мировой прессе. И он, конечно же, сильно повлиял на стоимость этой картины. Акт вандализма над шедеврами привлекает внимание даже больше, чем теракты. Верещагина тоже обливали кислотой. В Монализу бросали камни. Репина, как и Данаю, тоже резали. А совсем недавно, 25 мая, на нее напали снова. Игорь Подпорин нанес удары, разбив стекло и порвав холст в трех местах. Ущерб в 30 миллионов рублей. При примерной стоимости картины в 730 миллионов рублей. Картина пережила многое за свои 400 лет. У нее была интересная история, что и сделало ее такой ценной. Никто не знает, сколько должно стоить то или иное произведение искусства. Для этого и устраивают аукционы. А вот уже люди в спорах определяют цену, при этом не в меньшую сторону. В январе этого года на американском аукционе продавали вот эту картину. Сначала ее принесли эти парни. Три брата Ландао. Нед, Роджер и Стивен. Картина досталась им по наследству. И они пытались получить за нее 400 долларов. Оценщик заплатил им 800. В этот же день оценщик продал ее аукциону за 5000 долларов. Через пару часов она уже стоила миллион долларов. А еще через пару уже 4. И все это за сутки. Картина оказалась потерянным полотном Рембрандта. Одного этого факта достаточно было, чтобы картина за сутки в стоимости поднялась в 16 тысяч раз. В этом и заключается основная проблема оценки стоимости произведений искусства, которые были созданы не для продажи. Любая цена, хоть один рубль, хоть один миллиард долларов, не отражает ее ценности. Это лишь отражает желание людей ее купить. Хочется сказать, что у искусства искусственная цена, но на самом деле настоящий шедевр бесценен. Своей историей. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Друзья, я хочу сказать спасибо ребятам из Artifix, благодаря которым мы наедине с вами прогулялись по святой святых галерее искусства в нашей стране. Было красиво. Все на самом деле немного интереснее. Мой ролик станет первым из цикла передачи об искусстве. Остальные будут на канале Artifix. Там ведущий не я, там ведущий очень классный, с жирным таким голосом филолог, который, ну прям прекрасно все рассказал о Рембрандте, о его картине и вообще переролике. Я протащился. Вот на него ссылка. Действительно, проходите, смотрите. Это очень качественный, атмосферный ролик про непростую судьбу Рембрандта и его картин. Мне ролик очень понравился. Честно. Ребята из Artifix рассказывают на своем канале о самых разных направлениях искусства. Живописи, музыки, татуировки, граффити и много чего еще, а также новости из арт-сферы. Серьезно, если хотите что-то узнать и прокайфовать от искусства и вообще прокачаться чуток, заходите на их канал. Это что-то новое на YouTube. Ребята, открыли мне глаза на искусство, а я теперь хочу поделиться этим с вами. И скажите, как вам мой цвет волос? Десяточку в комментариях, если все ок, пятерочку, если все не очень. Надеюсь, вам понравится. То есть понравилось. Ну да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok